Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мехер Арутинян служил в Центральном оборонительном районе Степанакерта, известен как ЦОР, командовал отрядом противотанкового взвода. С первых дней 44-дневной войны с товарищами по взводу находился на одной из позиций Варанды Физули, которая до пересменки была неприступной. 7 ноября за два дня до окончания войны 20-летний Мехер Арутинян погибает в боях за защиту Шуши. Мехер Арутинян родился 20 июля 2000 года в селе Кармиршука Мартунинского района Арцаха. В армию был призван 14 января 2019 года. С 27 сентября до 24 октября противотанковый взвод, где служил Мехер, направляют в Варанду на одной из позиций участка Карахан-Бейли. 24 октября проходит пересменка, взвод направляется в квартал Очапняк-Степанагерта. 29 октября взвод размещают в селе Каринтак Шушинского района. В ночь на 4 ноября резерв Каринтака начал отступать. Противотанковый взвод также отступает и размещается на подступах Шуши. Несколько месяцев Мехер находится в списке пропавших без вести. «Я ходил по всем моргам Армении, сдавал ДНК-тест, но сына не находил». Спустя 8 месяцев после окончания войны позвонили из Гераци и сообщили, что ДНК совпал. «Быстрел был в районе челюсти. Ребята застреливались, чтобы не попасть в плен», рассказывает отец Марты Арутюнян. 7 июля 2021 года Мехера Арутюняна похоронили на кладбище Кармир-Шука. Вечная слава павшим бою героям! 7 октября правительство Румынии на двух друзовых самолетах отправило в Армению гуманитарную помощь, которая будет передана вынужденным переселенцам из Арцаха. Гуманитарную помощь в аэропорту Звартноц получили чрезвычайные полномочия посол Румынии в Армении Корнел Ионеску и главный секретарь МВД Ара Фиданян. Посол Румынии в Республике Армения рад, что его народ также пришел на помощь нуждающимся. Считаю, что это доказательство очень открытых и очень близких отношений между нашими странами и нашими народами. Надеюсь, что это станет очень прочным мостом для наших отношений. В ближайшее время мы эвакуируем граждан, пострадавших от взрывов Степанакерти в Бухарест. Я рад быть здесь, чтобы показать, что люди могут дружить и помогать нуждающимся. Большое спасибо. Гуманитарный груз включает продукты питания и предметы первой необходимости. По утверждению Сирануш Саакян, представители интересов армянских военнопленных ВСПЧ, удерживаемые в Баку армяне, находятся под непосредственной и реальной угрозой жизни. Следовательно, предоставленная ими информация не может быть достоверной или полезной для доказательства. В беседе с армой пресса Акян подчеркнула, очень важно выступать за справедливое судебное разбирательство посредством различных механизмов. Было озвучено нарушение права на справедливое судебное разбирательство. И поскольку подобные процессы в отношении армянских военнопленных уже инициированы в процессе, то необходимо инициировать по последним эпизодам арестованных военно-политических деятелей Нагорного Карабаха. Арестованы люди, которые символизировали государственность Арцаха и отличались проармянской деятельностью. С другой стороны, даже в трудных условиях они вдохновляли арцахцев и боролись за самоопределение. Очевидно, что мы имеем дело с местью и по политическим мотивам данные люди подвергаются преследованиям. Очевидно, что в условиях армянофобии обусловленной ролью этих лиц достаточно велики риски нарушения прав человека. Угроза их физической безопасности и жизни может быть представлена независимо от того, какие заверения дает Баку. Баку неоднократно нарушал соглашения, в том числе письменные. У нас до сих пор есть не репортированные военнопленные, что является дополнительным свидетельством того, что гуманитарные проблемы не решаются. И здесь всего лишь политические процессы. По заверению Саакян, на международном уровне действуют структуры, занимающиеся вопросами защиты прав человека, суд ООН и ЕСПЧ. По словам правозащитника, самым действенным методом давления являются санкции. После стольких преступлений назревает тезис, что действия Баку должны быть санкционированы и целенаправленные санкции должны быть применены к определенному числу чиновников. На востоке снова война, на этот раз арабо-израильская. На востоке войны не заканчиваются, разве что перемирие бывает длинным или коротким. Все это имеет прямую связь с армянами. Во-первых, огонь войны, который находится недалеко от нас, может расширить свой ареал, достигнув наших непосредственных границ. Во-вторых, как Первая мировая война началась с убийства Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, так и Третья мировая война может накалиться уничтожением Арцаха. На глазах у всего мира и при участии всех был убит Арцах. Спустя несколько дней мир в регионе не наступил и, кажется, надолго уходит, учитывая геополитическую глубину арабо-израильского конфликта. Крупных игроков, прямо или косвенно вовлеченных в это. Фактически, ошибочное мышление «Сдадим Арцах и будем жить спокойно» распространено не только в некоторых армянских кругах, но и в мировом политическом мышлении. Теперь различные мировые игроки, отдав Арцах, поймут, что жить спокойно не будут. Арцах был не только гарантом безопасности Армении, фактически был гарантом регионального и мирового мира. Бенефициары всего этого осознанно или неосознанно это нейтрализовали. Перефразируя известную фразу одного из мировых игроков, кому нужен тот мир, где нет армянского Арцаха, правительство Западной Армении на протяжении годов следит за геополитическими развитиями и имеет четкое ведение происходящих в мире процессов. Мы неоднократно подчеркивали роль и важность государства Армении в формировании новой мировой карты. Государство Армении – это отправная точка, с которой должны начаться все новые развивающиеся процессы. Временная потеря Нахадживана, Джавахка и Арцаха еще не означает, что созданное в 1919 году государство Армении, признанное де-юре и де-факто в 1920 году, более чем 20 государствами не существует. Государству Армении существуют коренные армяне, живущие на своей земле, хозяины своей родины, готовые вечно бороться за будущее страны. Начальник Генерального штаба Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Хосейн Багири обратился к последним событиям в регионе Южного Кавказа и армяно-азербайджанским отношениям, отметив, что событиями последних недель Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, добавив, что меньшинства на всех этих территориях должны жить мирно и иметь равные права. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана, Тегеран уважает и ценит сохранение территориальной целостности Армении и Азербайджана. Это тот вопрос, который мы подчеркивали в ходе наших встреч с переговоров с официальными лицами двух стран. Поэтому мы надеемся, что добившись полного мира, Кавказский регион станет свидетелем мира и восстановления без изменений географических и геополитических границ региона. После этого не будет никаких оправданий продолжению войны, как сообщает армейн пресс Мегер Ньюс, цитируя слова Мохаммада Хосейна Багири. 6 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начался молодежный чемпионат мира по самбо с участием спортсменов из 26 стран. В соревнованиях приняли участие 5 армянских спортсменов. К сожалению, борец юниор весом 53 кг Алик Мекинян проиграл в первом же поединке и был исключен из дальнейших соревнований. Мартин Манукян и Мегер Хачатрян также потерпели поражение в весовых категориях 58 и 79 соответственно. Арсен Айрапетян, весовая категория 98 кг, проигравший в результате ничьи первый поединок по борьбе, выступил успешно. Затем победил голландского и казахстанского соперников и вышел в финал. В напряженной борьбе Арсен проиграл со счетом 3-1 россиянину Валерию Герасименко, представляющего команду Фиас-1, и удовлетворился серебряной медалью. Мегер Оганян выступил блестяще и завоевал золотую медаль в юношеской категории до 71 кг. Победа в финале со счетом 8-0 над французами, 4-1 над россиянами, 8-0 над казахом и 3-1 над азербайджанцем. В соревнованиях примут участие еще шесть наших спортсменов. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Артура Григориана «Аверш Айреник». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok